всем привет вы на канале богини рукоделия и с вами милочка сегодня я хочу вместе с вами повышивать я буду вышивать свою золотую рыбку от joy sunday это китайский мне набор вышивка у меня это идет на желание и поэтому я хочу сегодня повышивать и ответить на тег так будет называться вышивка и моя работа так что готовим чай кофе усаживаемся поудобнее и мы начинаем и итак кофе я уже приготовила себе так будем мы сейчас с вами его пить куда же не поставить я наверное вот сюда смотрите у меня опять вот это осенняя атмосфера вот такие вот у меня листочки здесь осенние я вам покажу тоже хочу чтобы вы полюбовались и вот так вот они включаются вот так вот они загораются и очень-то красиво вот такая нас яркая осень набираемся позитива улыбаемся и мы начинаем вышивать так что я надеюсь что я вам немножечко подняла настроение своими этими листиками но давайте же все таки разберемся что же я буду вышивать сегодня я буду вышивать свою золотую рыбку я сейчас вам покажу вы уже с ней знакомы а кто не знаком прошу вас познакомиться оставлю ссылочку на первое видео на знакомство с этой работы можем так сказать вот это то что я уже вышила сколько дней вышивала на 1 день 2 2 дня но вообще там чуть-чуть совсем чуть-чуть вот я только вышила и даже разворачивать дальше его не буду то есть так я и буду продолжать вышивать схема у меня вот схема вот этих карпиков золотых два карпика один золотой карпик joy sunday это китай заказывала с китая шло долго конечно но все-таки пришло она глянцева и поэтому я ее вот отксерила сделала ксерокопию так вот этот листик я вышиваю я это все сейчас отложу то что мне не нужно для удобства для того чтобы потом не отвлекаться на это все в процессе вышивки и чтобы было удобно вот смотрите еще я прикупила себе вот такие вот органайзеры вот они у меня здесь и вот ниточки которыми я уже вышивала цвета которые я уже использовала вышивки ей все вот сюда вот их прицепила прикрепила могу так говорить вот они такие вот длинные но в принципе они меня не напрягают неудобно очень красивый органайзер красивые пионы вот красиво смотрится а это калиточка такая как во двор к бабушке там не она так напоминает дальше по ходу дела по ходу вышивки будем если что брать добавлять ниточек сюда привешивать мы посмотрим так давайте же разберемся что я хочу вам сегодня рассказать по вышивке понятно что я вышиваю по тегу тег я в интернете в ю тубе нашла попался мне такой тег вышивка и наша работа автор этого тега лиса рукодельница ссылочку я ставлю и хочу ответить на этот тег так как я больше времени провожу естественно на работе потому что работа это и есть практически наша жизнь но не только работа не только жизнь заключается в работе но все же больше времени так моя жизнь складывается что нахожусь именно на работе и поэтому для меня этот тег могу сказать такой трепетный и такой знаете он затронет много личных моментов и поэтому я прошу вас где-то там меня простить где я буду думать что сказать потому что для меня этот тег важен вот начнем первый вопрос кем вы работаете и так все таки да я отвечу на этот вопрос думала я долго думала отвечать мне на него не отвечать и что мне на него отвечать вообще говорить ли правду или нет но все-таки я вам отвечу да кем же я работаю я работаю частным предпринимателем да я частный предприниматель у меня есть интернет-магазин по продаже строительных материалов сайт называется стройматериалы комьюа называя название сайта будут материалы все для дому вот сайт этот сайт мое детище могу сказать потому что я его писала ну как писала писала тексты написала там всякие статьи ну то есть в принципе наверное 90 процентов то что сделано на сайте то делала все я своими руками вот этими вот и поэтому это я его еще называю своим детям вот свой сайт продаю стройматериалы уже в восемь лет там восемь лет детям вот у меня есть офис мне сайт ну в принципе мне не скучно работе но все же вышивка вышивка нашлась нашлась моей жизни то есть моя жизнь и заключается не только в работе да это же вышивки вот дальше второй вопрос вышиваете ли вы на работе ну скажу честно как бы поначалу когда я начинала вы вышивать и я думала брать не вышивку на работу или нет я относилась к этому то знаете спиктивную скептически а как это так я буду на работе вышивать но я же я начальник да я начальник сама себе хочу как хочу так и руковожу ну то есть и нормальный любой другой начальник бы не позволил бы своим подчиненным вышивать на рабочем месте но как-то так со временем была зима помню да была зима и мне нужно было срочно вышивать была авантюрка в авантюрке вышивали мы свинку очень красивая свинка и потом ее оформила в подушечку вот и мне нужно было ее срочно вышивать ну то есть у меня было желание у меня было вообще стремление я очень хотела вышить эту свинку вообще не знаю очень эти вот пришла муза все пришла муза я не могу ничего делать но не могу я работать пока миссия не вышью эту свинку и зима зимой у меня у меня вообще работа сезонная так как стройматериалы но в принципе зимой никому не нужны я взяла тогда на работу эту свинку и вот я тогда первый раз на работе начала вышивать ну и вы знаете в принципе это принесло мне удовольствие так как я вышивала я но я же не заменяла работу вышивкой я вышивала в обеденный перерыв то есть у меня обед час как во всех нормальных людей как все положено я не трудо да я могу сказать что я да трудоголик где-то в каком-то там плане но все же я на вышивку решила сделать себе такой бонус и часа у меня обеда и поэтому я быстренько обедаю там минут двадцать и минут сорок я вышиваю и бывает когда там в перерывах между работой ну вот можно еще минутах десять повышевать но в принципе вот так вот я и начал вышивать на работе сейчас у меня на сегодня лежит там вышивка это шовчики мне нужно вышить весенний мячик да да весенний мячик уже у нас осень весенний мячик не нужно шовчиками вышить я никак его не вышью и уже и на работе он лежит и дома лежал ну как бы не знаю вообще не знаю в планах есть его вышить я не знаю что должно случиться вообще ну не знаю не могу подобрать слова не могу найти очень хороший такой выход с этого положения потому что вышивая его долго и там еще половину вышивать ну вот так вот третий вопрос как сотрудники напарники подчиненные начальники относятся к вашему увлечению но как вы уже поняли что сотрудник я сама себе сам как говорится но у меня есть есть сказать правильно партнеры давай скажем так партнеры по бизнесу скажем партнеры и вот когда они приходят ко мне и видят что этом что-то вышиваем то есть почти ну как видят там пяльца особо сильно их так и никуда не запрятать ну как их конечно можно стол запрятать можно в пакет положить можно еще куда-то у меня это не напрягает и я не думаю что напрягает от остальных когда они лежат просто на столе либо на окошке и вот когда видит кто-то это они начинают уже задавать вопрос а что это ты а это ты вышиваешь а это то все но я не думаю что их напрягает моя вышивка на работе не знаю никто мне ничего не говорил лично меня не напрягает то есть начальника моего не напрягает это вообще никак даже положительно к этому относится и поэтому в принципе у меня все с этим моментом хорошо так четвертый вопрос стесняетесь ли вы вышивать на работе ну поначалу я стеснялась чтобы я вышивала на работе чтобы например узнать вот бывает иногда я сижу вышиваю в этот момент заходит ко мне клиент в офис но как бы поначалу я стеснялась то знаете такое было мне сначала растерянность у меня такая была ой а кто-то увидела я тут вышиваю а то все прошло время мне кто все равно это моя жизнь это моя личная жизнь и это моя работа и я хочу вышиваю хочу я сижу здесь что хочу делаю ну то есть это моя жизнь все вы чего сюда пришли пришли купить профнастилы ради бога купили развернулись ушли до свидания то есть никому ничего в этой жизни не обязана кроме себя и поэтому я не стесняюсь уже вышивать на работе но это бывает настолько редко что ну как редко но когда мне вот знаете нужно прям вот горит горит уже авантюрка горит прям срочно нужно уже вышить не хватает мне до отчета каких-то крестиков тогда да конечно я беру на работу и там уже все свободное время отработаем вышиваю вот пятый вопрос сколько по времени у вас получается вышивать нора на работе соль и извините на улице дождь у меня такая по такое сейчас состояние сонно я пытаюсь его кофе согнать но кофе мой любимый напиток вообще меня не всегда низкое давление и поэтому кофе для меня не вредит не тоже порой иногда полезно его пить для того чтобы не уснуть просто посреди дороги вот и когда на улице сейчас идет дождь мне тоже очень хочется спать но сон для ленивых так отошла я темы пятый вопрос сколько времени у нас получается вышивать у вас получается вышивать на работе ну я могу посчитать даже сколько времени 40 минут ну вот час час это точно ну давайте если какой-то такой хороший вышивальный день назову я его то где-то часика полтора вот я за весь день могу повышивать на работе не знаю много это или мало но для меня этого как бы достаточно вот шестое где больше вы вышиваете дома или на работе но естественно я вышиваю больше дома и дома вышиваю и утром и дома вышиваю вечером я когда выходной я могу вышивать и весь день у меня дома на столе всегда лежит вышивка вот у меня даже сейчас если кто зайдет ко мне в дом зайдет зал то у меня на столе лежит вышивка в пальцах ниточки лежат в органайзере то есть все у меня как бы рабочий процесс и когда у меня появляется время свободное когда же какая-то там минутка например я что-то готовлю или там у меня что-то в духовке запекается я подхожу и вышиваю мне нужно уйти я ухожу прихожу опять сажусь вышиваю в принципе вышивка у меня есть дома практически всегда и вышивая дома выходной всегда 2 4 5 6 7 8 8 я забыла на видео взять маркер свои маркеры забыла они меня на столе лежат и я не хочу отвлекаться и поэтому я не зачеркиваю а так себе в памяти там запоминаю где я вышиваю так так что на этот вопрос я отвечаю однозначно что вышиваю больше дома дальше 7 вопрос заразили ли вы вышивкой кого-нибудь из коллег ну коллег у меня то можно так сказать нет но есть партнеры и вот есть у меня одна девочка знакомая наташа если ты слышишь тебе привет я тебя все таки жду в ликвидации ты знаешь вот я думаю все таки надеюсь что я ее заражу вышивкой и это у меня в планах есть потому что вышивка на самом деле это благородное дело это это тема для другого тега либо для другого видео вот что такое вышивкой что она дает так что пока никого не заразила но планирую восьмой вопрос если у вас готовые процессы вышитые на вашей работе да есть у меня готовый процесс это свинка которая у меня оформлена уже она в подушечку я ее собственно и вышила на работе потом еще что я вышивала на работе что же вышивала так но феечку я брала летнюю феечку на работу но я не на работе закончила ее вышивать я просто там иногда брала там подвыш подтягивала скорость чтобы не увеличилась вышивки поэтому вот только да вот только вот свинка которая вышилась на работе ну да только она одна четыре пять с минуточку под пять восьмой девятый вопрос что именно вы вышиваете на работе набор с чистой конвой набор с нанесенным на канву рисунком бисерный набор но бисером я не вышиваю на работе у меня есть вот сейчас шарик весенний но там шовчики декоративные и там нужно пришивать в местах там бисеринки но бисер ужасно мне не удобно там вышивать объясняю почему потому что то есть я когда вышиваю мне нужно когда мне кто-то звонит либо когда ко мне кто-то приходит мне нужно это взять все вот взять и отложить а с бисером так не получится это нужно убрать бисер закрыть даже пускай это будет в органайзере закрыть его крышечкой то есть там может быть какие-то бисеринки рассыпятся ну как бы это такое я бисер не беру на работу вышивать я вышиваю там ниточками вот крестиком вообще крестиком я люблю вышивать на чистой конвене люблю нанесенный рисунок ну вот на равномерке да кстати я свинку вот ту которая закончила на работе я вышивала ее на равномерке им так 3 5 6 7 8 сейчас минуточку то я собьюсь что же вышиваю и вот я вышивала ее эту свинку на равномерке и шовчики я сейчас тоже вышиваю на равномерке на конвей я наверно ничего не вышивала на работе до феечку кстати тоже вышивала на равномерке вот но тогда ответ очевиден я вышиваю на работе на равномерке вот такой ответ получился десятый последний вопрос сколько времени вы уделяете вышивки дома после работы я могу вам рассказать вообще свой график после работы прихожу и домой в лучшем случае это 7 часов самым лучшем случае но возьмем самый лучший случай лучший день прихожу домой в 7 часов пока месь мы все кушаем пока месь мы все там собираемся за кухонным столом обсуждаем какие-то вопросы решаем какие-то дела которые собрались за день то есть это уже половина 9 потом мне нужно приготовить покушать но это каждый день по разному и бывает но больше готовлю бывает меньше бывает иногда что мне уже все наготовлено я ничего не готовлю но по-разному давайте возьмем что я до пол десятого готовлю вот до пол десятого я готовлю потом я сажусь вышивать как минимум не полчасика на вышивку я вышиваю свой процесс который который у меня лежит на столе там по разному они меняются не то вишенки появляются там то лов появляется то еще что то ну как бы так вышиваю полчасика потом мне нужно обязательно я уже не могу без этого снимать видео мне нужно то есть на это тоже тратится время бывает по-разному даже было что пять часов я снимала одно видео но как бы так возьмем в среднем час час я до пол одиннадцатого снимаю видео потом я опять сажусь вышиваю и вышиваю я до 12 вот еще полтора часа то есть два часа я смело как бы могу и я уделяю вышивки после работы не знаю для кого то может это мало но для меня достаточно хотелось бы больше но как-то я не могу пока миссия больше позволить потому что дети муж которые хотят на его внимание которые то я тоже хочу с ними поговорить и хотя я вышиваю разговариваю вместе с ними все же вот так вот вот такой вот так у меня сегодня получился я на него решалась долго я может быть где-то там не сильно подготовилась в ответах ну честно скажу я не готовилась ответах я прочитала вопросы потом я думала стоит ли мне это рассказывать или нет потом я не думала вообще ответы я ответила вам сейчас вам сейчас ответила на них всю правду как она есть все честно вот так что сейчас я до вышиваю рядочек если вы мне позволите вы не забывайте подписаться на канал нажать колокольчик для того чтобы не пропустить ни одного видео потому что у меня есть еще идеи есть еще идеи что вам рассказать есть что показать и в принципе в принципе вместе веселее так что улыбаемся на позитиве вышиваем и подписываемся на канал богини рукоделия нажимаем колокольчик для того чтобы ничего не пропустить ставим лайки вот и вышиваем не скучаем красотой мир наполняем так мне нравится этот девиз скажем так очень такой он позитивный да и вообще если вам сейчас грустно улыбнитесь если вам весело все равно улыбнитесь ваше настроение поднимется еще больше и мне от этого будет еще радостней что я хоть кого-то сделала в этом мире веселее и заставила хоть кого-то как-то улыбнуться вот негатива нам хватает в повседневной жизни поэтому вышивки в рукоделии и в свободное время от каких-то там проблем вопросов нужно думать позитивно то есть только испытывать положительные эмоции вот так что с вами была милочка всем пока пока